Первым и основным вопросом внеочередной сессии Донецкого городского совета стало принятие бюджета города на следующий год. Как мы уже рассказывали, главным отличием бюджета 2012 года стало увеличившееся изъятие налога на доходы физических лиц. Раньше в областной бюджет уходило 25%, а в следующем году это будет уже 50%. Мы с вами получили изменения в связи с тем, что Донецкая область попала в экскремент и по здравоохранению. И из налога физических лиц раньше получали 75% с налога, который собирали на территории города. Теперь мы получаем, будем получать только 50%. 50% перечисляется в областной бюджет. Потери доходов города такой манипуляции составляют более 600 миллионов рублей. Несмотря на то, что часть средств все же вернется в город уже в виде субвенций из областного бюджета, все же в абсолютных цифрах бюджет Донецка уменьшится. Государство приняло решение финансировать второй уровень здравоохранения, и выделило на эти цены 323 миллиона за счет субвенций из государства областного бюджета, те деньги, которые мы передали в областной бюджет. Поэтому здесь есть вопросы, но все равно абсолютная цифра бюджета города Донецка уменьшилась на 278 миллионов. Как будут решаться эти вопросы, станет ясно в первые месяцы следующего года. Сегодня же депутаты единогласно приняли бюджет Донецка на 2012 год. Наша задача сейчас обеспечить устойчивую работу промышленных предприятий, предприятий всех форм собственности, малого бизнеса, для того, чтобы устойчиво работала экономика города, чтобы выплачивалась своевременно заработная плата. Заработная плата выплачивалась на достойном уровне. Мы будем также вести работу по детенизации заработной платы и решать вопросы обеспечения организации новых рабочих мест. Также на сессии были рассмотрены программы развития жилищного хозяйства, строительства и ремонта автодорог, улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров. В этом вопросе Донецкий городской голова потребовал активизировать работу, поскольку жалобы от пассажиров идут в горсовет постоянно. Транспорт у нас, вы знаете, 80% до этого обновления, в этом году был процент износа. У нас большие проблемы по 8 маршруту трамвая. Там, где на сегодняшний день у нас становится новый транспорт, то я хочу доложить всем присутствующим депутатам о том, что на тех маршрутах, где стал новый транспорт, пошло увеличение объема выручки. То есть люди стали доверять, люди стали проходить новый транспорт, и это есть, и количество жалоб на этом направлении уменьшается практически, его нет. Нужно другую причину, другую версию искать, потому что за прошлый год мы заменили транспорт больше, чем получили общественный транспорт, больше, чем все города другие, города Украины. Поэтому я праве спрашивать о качестве, о улучшении качества обслуживания пассажиров в городе Донецк. Помимо этого, депутаты рассмотрели обращение от городских голов Львова и Черкас в Верховную Раду с просьбой изменить законодательство и ограничить продажу алкоголя в ночное время. Донецкий городской совет поддерживает инициативу городских голов Львова и Черкас и обращается к Верховной Раде Украины с предложением внести изменения в законодательство Украины, регламентирующие рекламу алкогольной и табачной продукции, передать право местному самоуправлению самостоятельно решать вопросы ограничения продажи алкогольных напитков и табачных изделий в магазинах, супермаркетах, малых архитектурных формах, увеличить размеры штрафов за распитие пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, запрещенных законом в местах или появление в общественных местах в пьяном виде доведения несовершеннолетнего до состояния опьянения. Депутаты городского совета поддержали это обращение. Теперь дело за парламентом. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.